Нет никаких указаний на то, что земные правительства считают всех людей равными. А в нашей Декларации Независимости Джефферсон признал, что у нас есть Творец, и права, и свободы, которые мы имеем, исходят от Бога, а не от правительства. Церковь, мы запутались. А какой-то пустоголовый сказал вам, что вы не важны, и вы такие, ну хорошо, если им удастся закрыть вам рот и изменить ваши моральные принципы или запугать вас и загнать вас каким-либо образом в угол, вот тогда-то мы и лишимся наших свобод навсегда. Рад снова быть с вами. Тема сегодняшнего выпуска – выбор поколений. «Боже, благослови Америку снова». Я говорил об этом на собрании, посвященном 11 сентября. Отчасти мы говорили о том, что важно помнить. Уверен, вы помните, где вы были 11 сентября 2001 года, когда услышали о том, как первый самолет врезался в одну из башен в Нью-Йорке. Это один из тех моментов, что навсегда останется в нашей памяти. Для того, чтобы понять, что мы за люди сегодня, абсолютно важно знать наше прошлое. Если мы не знаем наше прошлое, то мы не сможем правильно двигаться в будущем. Правда в том, что все забывается всего за три поколения. Если наша вера не будет занимать первое место в нашей жизни, то наши дети и внуки потеряют ее и те свободы, которые она нам принесла. Подростки и дети не имеют личных переживаний относительно 11 сентября. Они узнали об этом из учебника или из телевизора. Для них это такая же древность, как гражданская война. Они не вкладывают в это никаких личных эмоций. Поэтому нам важно хранить историю, потому что история помогает нам иметь лучшее будущее. А если еще при этом Бог ведет нас своим словом и духом, то это все меняет. Откройте Библию и свои сердца. Сегодня вас ждет важный урок о будущем. Название этой проповеди – «Выбор поколений». События 11 сентября напоминают нам, что каждому поколению нужно делать выбор. В тот день были герои, бежевшие к горевшим зданиям. В тот день было принято много решений, которые показывают нас с лучшей стороны. Но каждому поколению нужно делать выбор. Мы не можем стоять на смелости и мужестве тех, кто действовал 11 сентября. Мы должны показывать смелую реакцию в этом году. Каждому поколению нужно делать собственный выбор. И книга Иисуса Новина говорит нам, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амариев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». Это слова Иисуса Новина, который начал свою жизнь рабом на стройке в Египте. Он был ассистентом Моисея и прошел весь путь от Египта до разделения Красного моря. Он питался манной в пустыне и пил воду из скалы. Его поколение видело, как Моисей спустился с горы с десятью заповедями. Они наслаждались привилегиями Божьей благодати и милости, но сказали, «Мы не пойдем за Богом в землю обетованную». Писание предупреждает нас, что мы можем проглотить Божие благословения, но при этом отказаться идти за Ним. Рекомендую вам не быть таким человеком. Следуйте за Господом. Повинуйтесь и подчиняйтесь Ему. То поколение вымерло, и остались только Иисус Новин и Халиф. Выросло следующее поколение, и пора занимать землю обетованную. И в конце своей жизни Иисус смотрит на этих людей и говорит, «Теперь вам пора решать. Вам нужно сделать выбор, кому вы будете служить. Неважно, кому поклонялись ваши предки и ваши родители, вам нужно сделать свой выбор». Тут мы с вами оступились, потому что мы привыкли продолжать традиции. Если это подходило нашим предкам, то подходит и нам. Да, вы немного усовершенствовали технологии, изменили свой подход к работе и отдыху, но что касается вашей веры, все остается неизменным из поколения в поколение. Но ведь так мы уходим от реальности. Основы нашей веры не меняются. Но то, за что мы должны выступать за и против, меняется с каждым поколением. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, ввело бы в ступор моих дедушек и бабушек. Они бы даже не могли понять, что говорят в вечерних новостях. И дело не в том, что у них не было моральных принципов. Они бы просто и подумать не могли, что то, что мы видим сегодня, возможно. Теперь нам нужно принимать решение, что мы будем отстаивать. Какими людьми мы будем. Меня поражает, насколько сложно найти сегодня моральную ясность в наших учебных заведениях, в правительстве и даже за кафедрой. Места, где мы ожидаем найти патриотизм, почтение и мужество, а также разговоры о них, почему-то молчат. Вместо гражданской позиции нашим студентам предлагают моральную, неоднозначность и даже цинизм. Их постоянно учат тому, что США — это не больше, чем одна из многих равных наций. Якобы нет культур, лучше или хуже, и думать так непозволительно. Морально правильно одинаково относиться ко всем моральным ценностям, несмотря на их суть. Все различия нужно принимать и честовать, а также американцам есть не только чем гордиться, но и за что отвечать. Это моральный релятивизм в его худшем проявлении. Он подрывает любовь к нашей стране и способствует интеллектуальному превосходству наших врагов, являясь также серьезной угрозой для безопасности нашей страны. Поэтому это должно прекратиться, но я вас уверяю, это не прекратится, пока мы не решим, что это плохо. Моральная ясность не требует некритичной оценки нашей истории или наших идеалов. Патриотизм — это не грубый национализм. Конечно же, несправедливость и ее плоды являются частью американской истории, и мы должны это признать. Но также детальное изучение истории показывает, что Америка была и есть силой добра в мире, и наши дети должны это знать. Мы — наследники ценного наследия, но увековечивание нашей страны не гарантировано. А если мы будем жить только на благословениях и благах прошлых поколений, то мы оставим тех, кто идет за нами, банкротами, и не только в финансовом смысле. Гераклит сказал, он говорил это своим согражданам Афининым, «Ваша сторона имеет право на все эти службы для поддержания своего славного положения. Это общий повод для гордости для всех вас. Вы не можете отказаться от бремени империи и дальше ожидать наслаждения ее почестями». Америка отказалась от своего бремени, народу безразлична, за что она сражается. Из-за этого она начнет ухудшаться, идти на спад и в конечном итоге упадет. Такие перспективы ждут и нас с вами, но выбор за нами. Нам нужно перестать критиковать, ныть и жаловаться, а также просить, чтобы нам дали что-то новое. Пора начинать вспоминать. Думаю, нам нужно восстановить чувство национальной гордости. Я против тех, кто критикует нашу историю и наши достижения. Я считаю, что у них есть скрытый план, и они вводят в заблуждение. Мы — нация, которая возникла от стремления к религиозным свободам. Знаю, что многих это раздражает, и они предпочли бы умолить или скрыть это, но это правда. Мы — нация, которая родилась в результате жертв, на которые пошла группа людей ради желания поклонения Иисусу из Назарета без вмешательства правительства. Они пытались избежать не того, чтобы христианская вера повлияла на тех, кто ими управляет, а того, чтобы правительство вмешивалось в их поклонения. И это известная часть нашей истории. Вспомните Уильяма Брэнфорда и многих других. К сожалению, многие из нас не знают нашу историю. А если вы ее не знаете, то вами очень легко манипулировать. Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции, составил документ, который когда-то формировал наши законы. Джеймс Мэдисон сказал, «На кону будущее всей нашей новой страны. Оно зависит не от правительства. Мы возложили ответственность за наше будущее на способность каждого из нас жить в соответствии с десятью заповедями». Это сказал автор нашей Конституции. «Мы ответственны за то, чтобы следить за собой, а не за тем, как кто-то видит истину, и не в свете современного релятивизма, а в соответствии с десятью заповедями». Каждое поколение должно сделать свой собственный выбор. А вам хватит смелости сказать нашему поколению сегодня, что десять заповедей – это хорошая вещь? Или вы капитулируете под давлением других людей? Каждое поколение делает свой выбор. И нам нужно сделать свой? В 65-м году суд отказал ученикам вправе склонять голову и молиться вслух за еду в кафетериях государственных школ. В 80-м суд принял решение запретить изображение десяти заповедей в государственных школах. А вот вам цитата Верховного суда. «Если изображение десяти заповедей делают что-то, то лишь заставляют учеников читать их. И даже если бы они прочли их, а потом задумались над ними и начали исполнять, то это все равно недостаточная причина. Каждому поколению нужно сделать свой выбор. И у нас есть долгая история плохих законов, которые были изменены. Это и дало нам наши права и свободы. Нам нужна смелость, чтобы сказать, что десять заповедей – это хорошая вещь для наших школ, бизнесов и любых общественных мест. Мы убрали десять заповедей и заменили их полицейскими. Кто-то это заметил? А еще мы – страна эмигрантов. Мы съехались из разных уголков мира. Обычно люди приезжают сюда, потому что бегут от чего-то. Они приезжают не потому, что просто хотели в круиз. Многие бежали от голода, угнетения или еще чего-то. Мы стали одним народом не потому, что мы выглядим одинаково. Потому что это вообще-то не так. Или потому что у нас общее этническое наследие. Мы приехали в эту страну за идеей. Именно идея дала старт этой стране. Она появилась из-за желания религиозной свободы и возможности поклоняться Иисусу. Не забывайте об этом. Томас Джефферсон воплотил эту идею, когда составлял Декларацию Независимости. Мы все помним, что там сказано, что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью. Уверяю вас, что в истории не было таких правительств, которые считали бы всех людей равными. Я могу повести вас через разные страны, народы и империи, в любом периоде истории человечества, и вы увидите, что нет никаких указаний на то, что земные правительства считают всех людей равными. В нашей Декларации Независимости Джефферсон признал, что у нас есть Творец. Права и свободы, которые мы имеем, исходят от Бога, а не от правительства. Церковь, мы запутались. А какой-то пустоголовый сказал вам, что вы не важны, и вы такие, «Ну, хорошо!» Если им удастся закрыть вам рот и изменить ваши моральные принципы, или запугать вас и загнать вас в угол, или убедить вас помалкивать, мы лишимся наших свобод. Наша страна уникально прекрасна. Многие километры прекрасных пляжей, невероятные озера, величественные горы. У нас есть широкие пустыни, прекрасные долины и красивые леса, красивая страна. Бог благословил Америку. Мы наслаждались правами и свободами, о которых многие могли только мечтать. Я объездил весь мир, и на Земле нет такого места, которое хотя бы отдаленно напоминало то, что мы принимаем как должное. Мы — фермеры, рабочие и ученые. Мы — исследователи. Мы были на Луне, мы жили в переполненных городах и в широких прериях. Мы верили в брак между мужчиной и женщиной, мы выступали за семейные ценности, за исполнение обещаний. Мы строили наш бизнес на этом принципе. Куда бы вы ни поехали в Америке, вы увидите там церкви, в городах, поселках и деревнях, исторические новые церкви. А если присмотритесь повнимательнее, то увидите местописания, выгравированные на стенах наших государственных зданий и на памятниках, что указывало на нашу веру и наши ценности. Это наше наследие. Мы креативные и изобретательные. Именно наши ценности способствовали всем инновациям. Мы не умнее, не сговорчивее и не усерднее других. Наша система ценностей стала толчком к нашей креативности. Мы страна эмигрантов. Мы сборная солянка. Вы сами знаете всех этих людей и их значительно больше. Александр Грэмбелл, Генри Форд, Джордж Вашингтон Карвер, Геррет Морган. Кстати, знаете, а что он придумал? Трехцветный светофор. Большое спасибо. Человек на Луне, телескоп Хаббл. Мы строили железную дорогу, ракеты и реактивные двигатели. Я решил составить список известных американских изобретений. Зачитаю вам мои любимые. Печенье с шоколадной крошкой. Именно мы подарили его миру. Печенье с шоколадной крошкой. Далее зубная нить. Когда я читал это, то задумался, входит ли сюда нить со вкусом корицы и так далее. Слуховой аппарат, дефибриллятор, радиоуглеродное датирование, светофор, манекены для краш-тестов, микроволновые печи, конвейерные ленты, лазер, химиотерапия, видеоигры, транзисторы, имейлы, интернет. Мы строители? Мы строили мосты, Голденгейт, Бруклинский мост, а также Семимильный мост. Во Флориде мы строили здание, Эмпайр Стейт Билдинг, Арка, Гейтвей, Сент-Луисе, и космическая игла в Сиэтле. Мы строили космические шаттлы и станции, мы построили Диснейленд и Дисней Уорлд, мы построили колесо обозрения, еще одно американское изобретение. Мы создали персональные компьютеры и мобильные телефоны. Можно их вернуть? Мы воины. Мы стояли за свободу более двух веков, от пляжей Нормандии до джунглей Вьетнама и до пустынь Ирака и Афганистана. Наша армия, флот и ВВС прошли испытания. Наши пожарные всегда приходят на помощь. Да, они заслужили аплодисменты. Аминь. Наши пожарные всегда были на службе от Великого пожара в Чикаго до событий 11 сентября. Наша полиция служила и защищала наших граждан с честью и достоинством. Даже тогда, когда нам не хватало совести сказать им спасибо. Мы победители. Мы преодолели Великую депрессию, наши внутренние неудачи. Мы пережили Вторую мировую войну, а после победы мы помогали отстраивать страны, которые мы победили. Уверяю вас, такого в истории не было никогда. Мы побеждали в идеологических конфликтах. Мы победили фашизм. А благодаря нашим лидерам коммунизм рухнул с мировой арены. Социализм потерпел поражение. Его идеи потерпели поражение. Поэтому я рекомендую вам не покупаться на его ложные обещания сегодня. Мы жили под верховенством закона. Все началось с закона Божьего. Десять заповедей высоко почитались теми, кто написал нашу Конституцию. И до недавних пор они были основанием нашей жизни. Они были вписаны в нашу Конституцию и биль о правах. Наши законы должны были защищать нас от нашего правительства. Наши основатели понимали, что нам нужна такая защита. Правительство, не имеющее ограничений, вскоре проглотит свой народ. Такое не раз было в истории. И мы не можем отойти от идей, которые способствовали этому уникальному самоуправлению. Иначе мы лишимся наших свобод. Уверяю вас, они уникальны во всем мире. В четверг и в пятницу мне выпал шанс выступить на радио с двухчасовой программой в Лос-Анджелесе и Сан-Диего. И я попросил Южную Калифорнию присоединиться к нам в молитве на этой неделе. Мы все знаем эту молитву. Она очень проста. «Боже, благослови Америку снова». Он уже благословлял нас много, много раз за нашу историю. Да, Бог благословлял нашу страну великим пробуждением. Он дал ясность людям, которые на то время жили в основном в Новой Англии. Он дал им ясность и мужество, чтобы выступить против Великобритании и пойти к свободе. Затем было еще одно движение духа прямо перед Гражданской войной. Бог дал нам нравственное мужество, чтобы выступить против такого зла, как рабство. Бог благословлял нас снова и снова, и всякий раз Он приносил нам свободу. Да благословит Бог Америку снова. Какой выбор сделает это поколение? Если говорить откровенно, то наша сторона нуждается в том, чтобы вы отстаивали свою веру. Почитайте Библию и задумайтесь над тем, что вы читаете. Не читайте ее, как тяжелое и обременительное задание. Читайте и размышляйте. Соберите друзей и помолитесь. Собирайте их не только для того, чтобы выпить, посмотреть футбол или съездить на рыбалку. Собирайтесь на молитву. Совсем недавно в нашей стране была большая победа. Техас принял закон об ограничении абортов и спас тем самым жизни тысяч детей. А Верховный суд решил никак не реагировать на это. Соберите друзей и отпразднуйте это. Соберитесь. Обсудите это. И отпразднуйте тот факт, что были спасены жизни тысяч детей. Это важнее, чем любые другие виды досуга. Я не говорю, что нужно перестать отдыхать или смотреть футбол, но нам нужно начать замечать Бога в нашей повседневной жизни. Нам нужно что-то менять уже сегодня. Не слушайте только плохие новости и не критикуйте всех вокруг. Давайте начнем славить Бога за то, что Он делает. Говорите о том, что вы видите. Говорите друг другу правду. Каждое поколение само решает, как Ему почитать Бога, каким будет наше наследие. Что будут говорить о нас? То, что в наши дни фондовая биржа достигла новых высот? Или что выросли цены на недвижимость? И как мы этому рады? Да причем рады так и настолько, что не можем думать о моральных проблемах нашего времени. Так что же будут говорить о нас? Задумайтесь об этом. Наша сегодняшняя тема называется «Выбор поколений». Она очень важна. Надеюсь, что ваши дедушки и бабушки были утвержденными христианами, и ваши родители тоже. Но это никак не скажется на том, кто вы сегодня. И это также никак не скажется на ваших детях, если вы не примете решение быть последователем Христа всем своим сердцем, душой и разумом. До этого мы выезжали на заслугах прошлых поколений и на благословениях от жертв других людей. Нам нужно принять решение, какими людьми будем мы. Выберем ли мы Бога всем сердцем и будем ли служить Ему? Или же мы будем топать ногами и требовать благословений, как упрямые дети? Давайте попросим Бога дать нам мудрость жить таким образом, чтобы Его благословения пришли и на следующие поколения. Отец, спасибо Тебе за Твою благость и наше наследие веры. Дай нам мудрость и смирение, чтобы выбирать Тебя так, чтобы Твои благословения были и на следующих поколениях. Спасибо Тебе за это и за Твою верность во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. У нас есть новый инструмент наставничества, который укрепит вас. Он фокусируется на том, кто мы во Христе. Почему это так важно, особенно в это время? Мы разделились в стране и в цели Христовом, как никогда ранее. Мы расходимся в том, прививаться или нет, носить маску или нет. Мы разделяемся на основании своей расы, экономического статуса, динаминации. А в этом нет ничего удивительного. Иисус сказал, что перед его возвращением будет беспрецедентное разделение и заблуждение. Мы видим, как эти вещи процветают. Мы должны понимать, где находится наш центр, наше основание. А это начинается с того, кто мы во Христе. Прежде всего, мы граждане Царства и слуги Царя Иисуса. Осознание того, кто вы во Христе, это начало всего. Возьмите этот инструмент, откройте свои сердца, изучите его, и вы найдете основания, чтобы устоять в эти времена. Наши отношения с Иисусом определяют нашу жизнь. Когда мы принимаем Иисуса Господом, мы становимся полноценными. Нас принимают, любят. Мы избраны, праведны и свободны. Наша книга во Христе напоминает вам о том, кем вас называет Бог и поможет поделиться верой с другими. Она расскажет вам о многих преимуществах, доступных вам, как ребенку Божьему. Мы вышлим ее за ваш дар сегодня. Заказывайте книгу на нашем сайте или звоните по номеру, который вы видите на экране. 1-800-880-5102. Когда отношения с Иисусом становятся определяющим фактором нашей жизни, мы можем быть уверены в том, кто мы, во что верим и почему. Это позволяет нам лучше представлять Бога и Его Царство. Вместе мы меняем мир. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служения, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как к нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok